Первое, когда я прочитала, как раз сидела за рабочим столом и смотрю, мне пишут организаторы, конечно, я ребятам сначала крикнула, ааа, у меня победа, а потом уже написала мужу, всем своим родным. Первое участие в международном конкурсе и сразу же первое место. Материал Ольги Ведерниковой, жители республики Алтай, который не только обеспечивает себя электроэнергией, но и продает ее в сеть, завоевал первое место в международном конкурсе «Энергия пера» в номинации «Лучший региональный материал в прессе». И первое место Ольга Ведерникова, Комсомольская правда, Барнаул, Алтайский край. Награждение проходило в Москве, а почетный диплом вручали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и заместитель председателя правительства России Александр Новак. Вообще часто отправляю материалы на конкурс, но никогда не жду, что вот, там не сижу, не слежу, что я там выиграю или не выиграю. Надо всегда пробовать. Поэтому, как говорят, мне спрашивают, ты выиграешь в лотерею? Я говорю, нет, не выиграю. Ну, я ее не покупаю, чтобы выигрывать. А вот в конкурсах, да, выиграю. Почему? Потому что я отправляю, как минимум, туда свои работы. Потому что есть некоторые работы, которыми хочется поделиться, потому что ты понимаешь, что они интересные, что они достойны внимания. И почему бы нет? Ну, иногда случается такое, что даже потом тебя награждает Песков и Новак. На конкурс «Энергия пера» было подано 263 заявки из России и 23 зарубежных стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Но именно работа Ольги Ведерниковой растопила сердца жюри, в состав которого вошли руководители ведущих телеканалов, деловых изданий и информационных агентств. В этой истории в центре все-таки человек – это не просто явление, да, какое-то в нашей экономике или в энергетике. А здесь конкретно, например, есть живой человек, есть его история и есть, вот приобретено все это с энергетикой. И поэтому, я думаю, наверное, этот фактор сыграл все-таки решающую роль. У Ольги Ведерниковой на счету множество кубков и наград в разных сферах жизни. Много их в профессиональной. Так ранее главный редактор «Комсомольской правды» Барнаул стала дипломантом конкурса журналистских произведений. Я всю жизнь в своей журналистике, и бывает, как у каждого из нас, бывают какие-то эмоциональные выгорания. Когда я думаю, что ну плюнуть уже, забить на все и уйти в кондукторы. Ну я шучу, конечно. И в такие моменты понимаешь, что все не зря. И даже когда у тебя наступает момент эмоционального выгорания, то это все только для того, чтобы потом собраться с новыми силами и написать какие-то новые классные материалы. Секрет успеха Ольги Ведерниковой прост. Рано ложиться, вставать с восходом солнца, заниматься спортом, гулять. И любить свою профессию. Тогда любое, даже самое сложное дело, будет по плечу. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.